В 50-е годы 16-го столетия Московская Русь проводит активную внешнюю экспансию на Востоке. В 1552 году была наконец-то взята Казань и началось покорение оставшейся территории бывшего Казанского ханства. В 1556 году под контроль московского царя перешла Астрахань и прилегающие к ней территории. Таким образом, к началу 60-х годов все течение Волги оказалось под контролем более или менее плотным Москвы. Однако эта экспансия не привела к устранению угрозы со стороны осколков бывшей Золотой Орды. Оставалось еще Крымское ханство, которое угрожало с юга. И крымские всадники регулярно наведывались на российское степное приграничье и доставляли немало хлопот тем воеводам, которые командовали войсками, выдвигавшимися каждый год весной на защиту южных рубежей. И во второй половине 50-х годов начинается довольно активная борьба с крымским ханством. На юг выдвигаются полки. Москва использует очень активно казачьи отряды. Начинается давление на Крым, которое с каждым годом все более и более усиливается. Считается, что этот южный проект акцента внешней политики особенно активно отстаивали многие члены избранной рады, такие как Алексей Адашин. Однако все меняется в конце 50-х и в начале 60-х годов. Дело все в том, что в 1558 году начинается военный конфликт между Московской Руссией и Ливонской конфедерацией, который, как мы знаем, перерос в Ливонскую войну. Ее часто считают главной войной Ивана Грозного, но по мнению ряда современных исследователей это не так, потому что кроме западного направления, кроме Ливонии, Прибалтики, было еще немало угроз, с которыми должна была сталкиваться в это время Московская Русь. И эти угрозы, особенно Крымская, конечно, оттягивали на себя львиную долю ресурсов, в том числе военных, Московской Руси. Особенно до середины 60-х годов, 16-го столетия. В чем был смысл так называемой Ливонской войны? Ливонская конфедерация в середине 16-го столетия напоминала больного человека Северной Европы или Северо-Восточной Европы. Это была довольно слабая в военном, в политическом отношении система, которая, тем не менее, обладала высоким экономическим потенциалом. И считается, что начало войны против Ливонской конфедерации было вызвано именно стремлением Ивана Васильевича прибрать к рукам богатство этого региона. Хотя в историографии советской, в историографии 20-го столетия гораздо более прочной позиции занимала другая точка зрения. О том, что Иван Грозный и его окружение стремились к тому, чтобы пробить для Московской Руси выход к Балтийскому морю. И Ливонская война, с точки зрения данной концепции, конечно, была попыткой реализовать этот очень важный план. Таким образом, Иван Грозный был как бы предтечей Петра Великого. Но современные авторы не находят никаких убедительных доводов в пользу того, что такая программа внешнеполитическая на Западе действительно была в середине 16-го столетия. Началось все с давления на Ливонский орден, на Ливонскую конфедерацию, с давления, с целью получить дань. Дань Юрьевскую, которую Ливонский орден обязан, якобы обязан был выплачивать московскому правителю, но почему-то об этом забыл. Этот дипломатический демарш не возымел успеха и начались военные действия. И вот в ходе первого этапа так называемой Ливонской войны оказалось, что Ливонский орден слаб. И действительно, в Москве, видимо, возникла идея взять под контроль территорию, которую до этого контролировал Ливонский орден, территорию, где находилась Ливонская конфедерация. То есть Ливонская война это не какая-то единая война, а это набор конфликтов. Первый конфликт 1558-1560 годов это конфликт между Московской Руссией и Ливонским орденом. Конфликт, который начался с выбивания Дании и закончился фактически падением ордена. Это был успешный конфликт. Это была русско-ливонская война или война за ливонское наследство. Однако последний магистр Ливонского ордена, как мы помним, обратился к великому князю литовскому и польскому королю с просьбой принять орден под свое покровительство и помочь в борьбе с московитами. И с 1561 года началась новая война. На сей раз главным противником в этой борьбе для Московской Руси стало Великое княжество Литовское и стоящая за ним Польша. И это была уже совсем другая война, гораздо более тяжелая, изматывающая, требующая вложения серьезных военных и русских ресурсов. При этом угроза со стороны Крыма никуда не пропала. Она оставалась постоянной и крымская граница также требовала серьезного внимания. В рамках этой войны, российско-литовской войны, был взят Полоцк и в целом она протекала для Ивана IV успешно. Хотя, конечно, были поражения, допустим, в битве на реке Уле. И третий этап Ливонской войны, которую некоторые современные авторы считают вообще отдельной войной, это война уже 1577-1582 годов. Здесь противником Ивана Грозного стал Стефан Баторий, выбранный польским королем, который повел очень успешное наступление и в Литве, и в Ливонии, выбил оттуда российские войска и перенес военные действия на российскую территорию, осадив Псков. Полоцк был им взят. И вот как раз этот третий этап Ливонской войны, или война со Стефаном Баторием, как раз он-то и был наиболее неудачным, катастрофическим для российской страны. Таким образом, мы видим, что Ливонская война, которую раньше считали единым целым, в современной историографии распадается на три конфликта с разными участниками, с разными целями, разными последствиями и с разным объемом вложенных в эти конфликты военных и экономических ресурсов.